Дорогие мои участники, мы приветствуем всех вас на этой онлайн-конференции. Я попрошу вас выключить всех микрофончики, иначе я буду вынужден сделать это сам. Мы очень будем рады сегодня фактически завершить региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года», который мы проводим при самой непосредственной поддержке Департамента инвестиций и промышленности Ярославской области и Центра поддержки малого и среднего бизнеса «Мой бизнес». У нас сейчас идет прямая трансляция в Facebook на мою личную страницу, по-другому просто не запустить. Меня зовут Дмитрий Селевко, я один из организаторов всего этого процесса. Поэтому, у кого есть возможность, заходим и делимся этим прямым эфиром, приглашаем, помимо того, что здесь участвуем, смотреть друзей и знакомых, поддерживать вас, нас, всех. Собственно говоря, мы начинаем. Я передаю слово Анне Лебедевой, она представит... Она представит. Я представит. Добрый день, уважаемые участники. Сегодня с нами заместитель директора Департамента инвестиций и промышленности Ярославской области, председатель Комитета поддержки предпринимательства Крохмая Галина Викторовна. Галина Викторовна, вам слово. Божественное, на начало. Добрый вечер, дорогие друзья. Я с большим удовольствием присоединяюсь сегодня к нашему мероприятию. И вот прям сразу, так скажем, высказываю сожаление о том, что сейчас нет возможности лично пообщаться с каждым из вас, с каждым членом команды, с каждым участником обучения. Ну, к сожалению, жизнь носит такие коррективы, но тем не менее мы сегодня с вами вместе, и это главное. И главное, что вы, каждый из вас в этом году, очень много работали над тем, чтобы достойно представить область на федеральном этапе конкурса «Лучший социальный проект года», который проходит в России уже шестой раз. И его проводит Российско-государственный социальный университет при поддержке Минэкономразвития. На территории Ярославской области региональный этап мы проводим уже второй год подряд. И хотелось бы отметить, что хороший такой интерес к этому конкурсу среди участников. Если в том году было подано всего 29 заявок, то в этом мы получили уже 65 заявок. В итоге на сайт федерального этапа после обучения и отбора были поданы 47 проектов. Считаю, это просто отличной заявкой на участие Ярославской области в федеральном этапе. Мы вот уже сейчас, это правда, искренне говорю, гордимся каждым проекте, даже на этом этапе. Будучи еще, так скажем, никто из вас не знает, кто победил на региональном этапе или кто пойдет на федеральный этап. Но, тем не менее, вы каждый уже нашли свое личное время, свои ресурсы, нашли возможность, так скажем, создать бизнес-идею и нашли возможность представить нам этот проект. Это дорогого стоит. И я действительно благодарна каждому из вас за то, что вы захотели принять участие в этом конкурсе. Наибольшая, насколько я помню, наибольшая заинтересованность, так скажем, у нас была в номинациях дополнительное образование и воспитание детей. Вторая по численности участников у нас номинация социальное обслуживание. Но я думаю, что мы достойно представляли проекты, по-моему, в 10 номинациях, насколько я помню. Да, у нас в итоге 7 по предпринимательству и 3 по некоммерческой сфере. Вот, в 10 номинациях, а это значит, что в каждой номинации у нас есть победитель, и по каждой номинации, то есть 10 участников у нас примут участие в федеральном этапе конкурса. Конечно, я сейчас не буду раскрывать интригу, она в конце, так скажем, нашего мероприятия, но главное, что мы уже понимаем, что достойные кандидаты для представления на федеральном этапе, они уже есть. Самое главное, хотелось бы, знаете, своими личными такими ощущениями поделиться. Я, будем говорить, через себя, честно скажу, пропуская уже, вот я вам сказала, уже второй год, региональные этапы конкурса. Что было в этом году ценного и важного? Я читала очень много отзывов в Фейсбуке. Спасибо нашим организаторам за то, что они организовали вот такую подачу информации и вот такой, так скажем, формат регионального этапа. Представляете, вот в этом году реально нет возможности лично общаться, но мы получили даже большие возможности знать об этих проектах. Мы получили массу эмоций, вот просто уже, так скажем, даже читая отзывы о самих проектах, об участниках проектах, о жизни вашей. И самое главное, даже об экспертах. Вот прям, даже вот через экран чувствуется звездный эксперт, экспертный состав в этом году, представители, которые оценивали ваши проекты, и это дорогого стоит. И вот немножко отвлеклась, что хотелось бы сказать, что каждый из вас говорил массу слов благодарности. Вот это ценно, что вы пропустили это через себя, и вы нашли ценность от участия в этом проекте. И, наверное, вот это самое главное. И важно, что вы научились формировать бизнес-идею, упаковывать там свои проекты, определять сильные стороны проектов. И даже вот не в этом, наверное, самая суть, а самая суть, что вы смогли налаживать, так скажем, кооперационные связи. Вы нашли, не сомневаюсь, друзей на этом проекте, вы нашли бизнес-партнеров, и вы нашли возможность двигаться дальше вот с той уверенности, с которой вы подали заявки на этот этап. Поэтому мне самое главное, хотелось бы сказать, что вы для нас уже каждый уникальный, каждый в своем роде победитель, а тех, кого область будет представлять на федеральный этап конкурса, мы, конечно же, достойнейшим образом поддержим. Ну и, конечно, хорошим, я понимаю, мотивационным, так скажем, фактором является то, что победитель федерального, по-моему, каждый проект будет внесен в электронный каталог по социальному проекту года, победитель будет награжденным грантом в размере 200 тысяч рублей, и я считаю, что это хороший стимул для дальнейшей борьбы. Поэтому каждому из вас я искренне желаю удачи, успехов, и вот просто каждого, так скажем, сопровождаем своим благословением. Галина Викторовна, спасибо вам большое за теплые слова. Нам прям очень приятно, что вы с нами сегодня. Вы с нами побудете? Конечно, конечно. Я с удовольствием послушаю эти проекты, потому что мне, правда, это очень важно и ценно. Спасибо большое. Дим, у нас тогда будут эксперты или как? Что у нас получается с тобой? Я думаю, что нам нужно начать, нем-нем, выступление. Если кто-то из экспертов к нам присоединится, а у нас есть эксперты. С нами Марина Сухарева, наш замечательный нежный коуч, психолог, один из экспертов, которая оценивала проекты предпринимателей. Если Марина не против, я бы попросил ее сказать несколько слов. Включить камеру, микрофончик. Главное, просто не выдает все явки, пароль. Да, вот она. Мы тебя пока не слышим. Так. Да. Добрый день. Да, теперь слышим. О, отлично. Спасибо большое. Я вообще на самом деле очень благодарна организаторам. Дим, тебе, тебя знаю давно, за такую потрясающую возможность принять участие и близко познакомиться с проектами. Я, когда их читала, смотрела, получила огромное удовольствие. И знаете, мне кажется, это еще ценно тем, что я со многими из вас познакомилась вот так удаленно. И я теперь понимаю, какие интересные вещи, интересные моменты есть в городе Ярославль и не только в Ярославле, в окружающих городах, к чему можно точно обратиться. Потому что я пошла смотреть, я не буду рассказывать, раскрывать, но мне совершенно точно очень много чего понравилось, интересного, ценного, важного, классного. Я подумала, ух ты, какие замечательные люди есть у нас в городе, какие чудесные вещи они делают, творят своими руками. То есть вот этот эффект, я хочу им поделиться второй, это то, что в лице меня многие проекты, я думаю, и моего окружения приобретут себе коллег, не коллег, я хотела сказать клиентов, ну а может быть еще какие-то другие истории и связи. Поэтому спасибо вам за них огромное. Видно было, сколько души вы вложили в то, что вы делаете. Я не знаю интрига до конца, кто победит. Мне само очень любопытно и интересно. Поэтому я желаю всем удачи, с удовольствием послушаю о проектах еще раз. И спасибо огромное, вы замечательны. Спасибо, Дима. Спасибо, Марина, большое. Я предлагаю тогда начать презентацию. Я буду засекать ровно 3 минуты. Ребят, за 30 секунд я буду говорить, что у вас остается 30 секунд, чтобы вы уже двигали к завершению. Ну, предлагаю начать, потому что уже все, у нас время идет. Значит так, первым у нас выступает Челкачева Вероника с проектом «Рукоделим вместе». Вероника, включайся. Да, всем здравствуйте. Буквально несколько секунд, чтобы включить презентацию. Мы тренировались, поэтому все должно получаться быстрее. Насколько я понимаю, видно? Да. Замечательно. Да, можно уже запускать таймер. Итак, здравствуйте. Меня зовут Вероника Щелкачева. И на этом корпусе я представляю проект «Рукоделим вместе», реализуемый моей творческой мастерской «Нити». Производственные задачи проекта… Нет, пожалуй, я не стану повторять то, с чем уже уважаемые эксперты познакомились подробно в ходе оценки. Лучше я просто подчеркнув суть проекта, создания абилитационных наборов для творчества детей с ОВЗ. познакомлю вас с теми, кому этот проект действительно нужен. Итак, знакомьтесь. Это Даниил, ему 2 года. Это Даша, ей 10 лет. Это Кирилл, ему 8 лет. Они обыкновенные дети, такие же, как мы. И все-таки они особенные. Они особенные и все-таки очень похожи на нас. Они похожи тем, что так же, как и мы, хотят быть счастливыми, так же любят творить и так же нуждаются в развитии. А это их папы и мамы, которые так же, как и любые другие родители, хотят, чтобы детство их детей было ярким и интересным. И не так важно, какой набор окажется у них в руках. Берестяная мозаика, кукла-матанка, роспись матрешки, динамической игрушки. Гораздо важнее, что творить они будут вместе. А мы им поможем, вложив в набор методические рекомендации педагогов-практиков. Ребенок больше узнает о народно-художественном промысле из ярких брошюры о нем. Мама найдет ответы на вопросы о службах помощи, о видах поддержки в регионе. Все это содержится в нашем комплексном наборе. Для запуска проекта требуются инвестиции в размере 300 тысяч рублей, которые я готова взять даже под процент, поскольку планирую выйти на самоокупаемость проекта за один календарный год. Также в процессе развития проекта я буду искать СММ-специалиста надежного и планирую еще найти новых мастеров для расширения ассортимента. Почему, собственно, я? Потому что я мама особенного ребенка. Потому что я активный общественник, занимающийся проблемами особенных детей много лет. Потому что я практик, проводивший множество мастер-классов, и я просто творческий человек, который вложил в этот проект свое сердце. Вероника, секунд. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо. Да, я думаю, что вопросы мы вынесем, так сказать, в кулуар, и тем более у нас будет еще не одна встреча с участниками и, наверное, даже экспертами. Вот, поэтому мы перейдем, наверное, к следующему участнику, да? А второе выступающее – это Щедная Евгения с проектом «Ты прекрасна». Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Так, сейчас минутку. Мне тоже надо нажать пару кнопок. Так, еще раз здравствуйте. Меня зовут Евгения Щедная. Я являюсь представителем благотворительной организации «Фонд «Спасибо». Мы работаем в Ярославле и в области с детьми-сиротами и с выпускниками детского дома. Проект, который мы презентуем на данный конкурс – это проект «Ты прекрасна». Он разработан в поддержку выпускниц детских домов и интернатов. Мы работаем с этим проектом уже с ноября 2018 года. Через проект прошло пять участниц. Мы имеем очень хорошие результаты. И немножко расскажу. Евгения, мы не видим презентацию. Мы видим… А, вы не видите, а я вижу. Мы видим такую полосатую картинку и все. Так. Сейчас, минуту. Честно говоря, не знаю, что здесь можно придумать. Может, ее закрыть, открыть снова. Сейчас попробуем. Потому что надо, чтобы красота была, правильно? Правильно. А сейчас, Дима? Сейчас пока вот видим проводник, где файл презентации. Презентация пока не запустилась. То есть видим экран. Видим проводник с файликом. Так, сейчас другого ресурса попробую запустить. Ну что, бывает. Так, а сейчас, Дим? Видно сейчас? Вероника, простите, а у вас два монитора или один подключен к компьютеру? Я так думаю, что на втором просто мониторе отображается. Сохрана приостановлена. Дима, сейчас не видно, да? Нет, видно только проводник. Но, к сожалению, у меня не получается. Я не знаю, в чем причина. Женечка, давай тогда без презентации. Да, без проблем. Так, да, еще раз. Значит, наш проект основан, подготовлен для выпускниц детских домов. У него социальная направленность. Мы, значит, готовили этот проект именно как комплекс мероприятий для социальной адаптации выпускников детских домов. Это и молодые люди, и девушки. Ориентирован на героинь и героев на 18+. Этапы проекта такие, что у нас есть подготовительные этапы, и основной этапы, и основной этапы. Суть подготовительного этапа мы находим героиню из числа выпускниц, которые уже, в принципе, подготовлены к этому проекту. У нас проводится работа с психологом. И дальше мы уже планируем, каких именно мастеров мы будем видеть в этом проекте. Это визажисты, салоны красоты, фотографы. Над нашим проектом работают команды. Это волонтеры нашего фонда, а также привлеченные волонтеры для проекта. Партнерами нашего проекта являются различные салоны красоты, фотостудии и другие организации нашего города, которые мы привлекаем. Мы, конечно, делаем упор больше на благотворительность. У нас не коммерческий проект, у нас нет окупаемости. Мы проект осуществляем в течение трех лет на свои собственные средства и, естественно, привлеченные средства от жертвователей. Благодарны каждому за это. И также мы видим будущность в этом проекте. Мы хотим выйти в область. И для этого, собственно, мы и принимаем участие в этом конкурсе. Мы хотим расширяться и охватить еще больше выпускниц детских домов и помочь им состояться в этой жизни. Вот. У меня тогда все. Спасибо за внимание. Спасибо, Жень. Уложилось 2.20 прям. Прекрасно. Так, следующее. Павлова Лариса Юрьевна. В связи с времен и поколений. Добрый день. Да, потихонечку запускаю. Тоже были небольшие сложности с запуском презентации. Бывает. Да, пока пробовали. Сейчас запускаемся. Презентация будет в режиме редактирования, поскольку режим просмотра она никаким образом не хочет. Ничего страшного. Мы все увидим. Презентацию видно? Да. Да. Итак, «Связь времен и поколений», проект, который создан поисковым отрядом «Высота 76», авторами являются Павлова Лариса Юрьевна и Баранова Людмила Алексеевна. Если говорить о работе поискового отряда, то действительно работа сама по себе достаточно значимая, и я думаю, что многие с ней знакомы. Когда в 2015 году я вступила в поисковый отряд, я, наверное, и представить не могла, сколько солдат, останков солдат еще находятся, не погребенных. Солдат, пропавший без вести, это действительно, так скажем, печальный момент Великой Отечественной войны. Вступив в поисковый отряд, мы знакомимся с целями и задачами поисковой работы. Увековечивание памяти павших защитников Отечества, поисковая работа на территории, где происходили сражения во времена Великой Отечественной войны, с целью обнаружения захоронения останков павших и пропавших без вести защитников Родины. Ну и, конечно же, патриотическое воспитание молодежи. Итак, проект «Связь времен и поколений». Это проект, который стал логическим продолжением проекта «Связь времен». Я сама являюсь школьным учителем, кроме того, что являюсь заместителем командира, и понимаю, насколько важно воспитывать в наших детях уважение и насколько важно, так скажем, формировать в детях основы будущего, основы памяти. Наверное, мало кто из подростков знает о том, что действительно пропавших без вести солдат до сих пор очень много осталось на полях сражений, там, где они погибли. «Связь времен» — проект, который был направлен на формирование именно вот этого чувства патриотизма у молодежи и сохранения исторической памяти. Но в процессе реализации проекта у нас были выявлены основные проблемы, что, к сожалению, нам негде проводить с ребятами комплексные занятия. На базе школ это тоже проблематично, поскольку необходимо подбирать время, именно подстраиваться под уроки, которые проходят в школе. Поэтому возникла идея создания поисково-выставочного центра в городе Ярославле. Мы активно сотрудничаем с Мусапим «Красный перевал-1», это Большая Норская 7, и как раз-таки здесь нам предоставили место для оформления поисково-выставочного центра. Над оформлением центра трудились все бойцы отряда, которые у нас есть, и взрослые, и подростки. Ну и надо отметить, что в результате, вот так скажем, оформления поисково-выставочный центр города Ярославля был торжественно открыт в 2019 году. Двадцать секундочек. Работа поисково-выставочного центра строится на проведении занятий для будущих поисковиков, ребят. Это, конечно же, занятия и практические, и теоретические, занятия лекционные, это проведение экскурсий, это уроки мужества, проведение передвижных выставок. Но и самое главное, на что ребята выходят, это вахта памяти. То есть вахта памяти – это как раз-таки поиск незахороненных останков солдат. Ну и вот в наших вахтах памяти принимают как раз участие ребята. Этот проект организован, чтобы подростки, студенты, молодежь помнили настоящих героев своего отечества. Проект стал победителем конкурса фонда президентских грантов. И, соответственно, часть средств были вложены наши, часть средств были вложены наших помощников, наших друзей, наших спонсоров. Ну и, конечно же, это средства фонда президентских грантов. Первоначально проект некоммерческий, однако его тиражирование возможно, потому что у нас есть подобный опыт уже получается организации такого центра, которым мы бы хотели поделиться, вот так скажем, и для области, и для районов области. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Так, следующий. Выйдем из совместного. Следующий у нас выступает Шабышева Юлия, проект «Свапология» – мероприятие по обмену вещами и опыта. Добрый вечер всем. Меня зовут Юлия, и наш проект называется «Свапология», собственно, то, что у меня за спиной. Я основатель проекта и его идейный вдохновитель. Я буду без презентации, потому что мне кажется, что за три минуты скорее важно увидеть в глаза человека, чем буквы. Согласно исследованию 2017 года, в гардеробе у человека примерно в три раза больше вещей, чем он обычно носит, и в семь раз больше вещей, чем ему на самом деле необходимо. Вспомните свой гардероб и задумайтесь. Аналогичная ситуация не только с одеждой, но и с другими вещами в доме. Мы утопаем в ненужных предметах быта, но в то же время скупаем новинки, не всегда задумываясь о том, насколько они на самом деле нужны. Но в то же время кажется, что где-то в параллельных вселенных существуют люди, которым нужны те вещи, которые появятся на присолях других людей. Эти вселенные пересекаются, и этих людей мы решили подружить друг с другом. Мы организовали своп-лекторий и назвали его «Свапология» от английского слова «своп», что означает «обмен», и знакомого вам древнегреческого слова «логос», что означает «слово или учение». На наших мероприятиях люди встречаются и меняются хорошими, но ненужными именно сейчас именно им вещами. Те вещи, которые не подошли никому, мы отдаем на благотворительность. Независимо от уровня дохода и социального статуса, человек может принести свои вещи и бесплатно взять любые понравившиеся ему вещи. Таким образом, мы стираем границы между населением разных слоев и косвенно поддерживаем нуждающихся. Благодаря проекту формируется социально активное сообщество единомышленников и сторонников экологичного образа жизни и осознанного потребления. А также завязываются социальные и бизнес-связи между участниками и партнерами проекта. Пока в этом году мы проводили мероприятия только по женским одеждам и аксессуарам, но в наших планах проведение своп-лекторий на другие темы, такие как растительный своп, книжный своп, который мы будем проводить в декабре, детский своп. А на 2021 год у нас в планах провести как минимум пять мероприятий, из которых как минимум два в других регионах. Потому что в ходе подготовки предыдущих событий мы разработали систему документов, чек-листов, шаблонов, которые позволяют легко масштабировать эту идею в другие регионы. На самом деле в Ярославле мало говорят о повторном использовании вещей, но на самом деле этот тренд целиком поддерживается, так скажем, на передовой части мира, в Европе и в крупных городах России. И наша цель – объединить текущих единомышленников концепции осознанного потребления и увеличить это сообщество. Из наших фишек, кроме обмена вещами, у нас в формате TED также проходят интересные и полезные лекции от призных экспертов на тему и экологии, и трендов, и осознанного потребления. Благодаря работе волонтеров на площадке атмосфера у нас больше похожа на бутик, чем на барахолку, что выгодно отличает наши события от других событий подобного формата. Еще мы вкусно кормим наших посетителей и угощаем их алкогольными напитками. Но еще одна отличительная особенность наших событий в том, что у нас более чистый экологический след. Бич-мероприятий в том, что после них остаются горы мусора, наши участники приходят с своими стаканчиками, сумками, шопперами для находок. Таким образом мы уменьшаем экологический след. Мы превратили наше мероприятие в интересное модное событие и рассчитываем эти идеи распространить не только в среде Ярославля, но и в других регионах. Спасибо. Будем рады и вас видеть тоже. Спасибо большое вам. Так, следующий участник. Я вот ударение могу напутать. Канюшов Игорь. Развитие лапты в Ярославской области. Игорь. Игорь. Жан, у нас Игоря нет, правильно я понимаю? Ну, раз не откликается, значит нет. Когда у нас Кудряшова Ирина, трудовая и социально-культурная реабилитация инвалидов. Она точно была у нас. Ирина Васильевна. Не включила, не включила. Все здесь, девчонки. Да. Всем добрый вечер. Сейчас презентацию. Повернуется. Не поворачивается. Не поворачивается. Ага, повернулась. Замечательно. Все, получилось. Так, ну что хочу сказать. Значит, реабилитация инвалидов осуществляется на базе Общества с ограниченной ответственностью Верхневожской электроизделия, сокращенно ООВЭЛИС. Ранее это называлось Рыбинское УППВ. Это предприятие Всероссийского общества слепых. Актуальность проекта, ну, очевидная, думаю. Особенно в нынешних реалиях, когда люди с ОВЗ все активнее выходят из небытия, так скажем. Когда повсеместно говорится об инклюзии, интеграции инвалидов в социум. Так вот, мы этим занимаемся уже 76 лет. С 1944 года. Когда я на одном из обучающих семинаров озвучила, Дима, по-моему, очень удивился, что 44-й, да, вот с 44-го года. Ну, хочу сказать, что во время ООНа советской власти, конечно, больше было возможностей. Строились прям целые города. Да, вот у нас в Рыбинский микрорайон Копаева. Там вокруг предприятия прямо выросли дома жилые. Вся инфраструктура для инвалидов по зрению была оборудована. Людей вывозили из самых дальних уголков области, из деревень, обучали, значит, и школа была при предприятии в то время, и профессии обучали. В общем, они активно занимались спортом, художной самодеятельностью. Вот сейчас этого, конечно, у нас все до минимума свелось. Количество инвалидов сократилось намного. Но, тем не менее, мы вот существуем, несмотря ни на что. Социальный эффект, как вы понимаете, мощный. Инвалид не является бременем для себя и государства, а реализует свои знания и умения в коллективе, являясь полноправным членом общества. То есть, помимо работы на специально оборудованных рабочих местах, вот здесь на фотографии вы можете видеть девочку. Это девочка без остатка зрения абсолютно. Она работает без опоры на зрение. Производим мы электрошнур, армированный вилкой. То есть, специально у нее есть приспособление, где она не сможет сделать брак, не сможет себе повредить и что-то. Вот щетино-щеточный участок рядом в фотографии, к сожалению, уже его тоже нет сейчас. Совершенно рынок тяжелый для этого. Но там работали тоже инвалиды с первой группой и без остатка зрения. То есть, вот это наша культурная жизнь вне рабочего времени. Работаем и, в общем, и живем дружно. Это вот наш новый цех, последнее слово техники. Все здесь мы оборудовали, все оборудовано именно для инвалидов по зрению. Экономическая потенциала и устойчивость проекта проверены временем. Значит, мы закалены временами 90-х, 2000-х, да и нынешний непростой год. Когда всем тяжело, в общем-то, мы живем и трудимся. Причем хочу сказать, что весь наш доход – это все, что мы заработаем. То есть, берем заказы, выполняем заказы качественно. Поэтому у нас заказчики остались еще в советских времен. Несмотря на то, что наша продукция дороже, чем, допустим, китайского производства или тех, у кого автоматизированное производство. Но качество у нас всегда очень хорошее. Потому что у нас контроль идет на каждом участке производства. В основном ручной труд. Коллектив наработал огромный, бесценный опыт трудовой и социокультурной реабилитации инвалидов. С удовольствием делимся со всеми желающими. Когда к нам приходят на предприятие, мы всех принимаем, всем показываем, как мы трудимся. То есть, приходите, приезжайте, все расскажем. Спасибо. Спасибо, Ирина Семеновна, большое. Спасибо большое. Так, переходим к следующему участнику. Это Филиппова Татьяна, рукодельный фримаркет. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие коллеги. Сейчас, секунду. Меня зовут Татьяна Филиппова. И я хочу рассказать вам о нашем проекте, который называется «Рукодельный фримаркет». Фримаркет – это довольно-таки известный на сегодняшний день формат. По сути, это мероприятие, на котором все желающие меняются своими вещами. При этом можно что-то только унести, можно что-то принести, можно то и другое одновременно. И при этом не предполагается обмен баш на баш или по фиксированному эквиваленту. Наша тема – это рукоделие. Первый вопрос, который возникает, это наша целевая аудитория. Так кому интересен фримаркет? Наш ответ – всем. Обратите внимание на мужчину в кепе, который вот с правой стороны экрана. Ему тоже очень у нас понравилось. Как же все это работает? С одной стороны, есть дарители. Это люди, которые хотят отдать свои вещи. Например, швейные производства готовы поделиться выпадами тканей. Или магазины имеют неликвидный товар. Ну, уголок замялся. Выкинуть жалко, но продать уже не продашь. И, конечно же, рукодельницы, которые еще вчера вышивали, а сегодня это хобби им разонравилось. Но шкафы-то забиты. С другой стороны, есть благополучатели. Например, пни в Вологодской области, которые из выпада в Швейд... Мы вас не слышим. Так, Татьяна. Так, Татьяна, мы вас не слышим. Как по телевизору. Дмитрий, Татьяна. Нет, по-моему, Татьяна рассказывает. А мы не слышим. Мы не слышим. Около 20 гаделей материалов для творчества. На сегодняшний день мы сотрудничаем с 22 организациями. Помимо обмена рукодельными штучками, на нашей площадке происходит бутроссинг и сбор пряжи, из которой мастерицы вяжут теплые носочки для бездомных людей. Иногда мы вносим разнообразие и отдельной стопочкой меняемся одеждой, аксессуарами, комнатными растениями. Основной источник нашего финансирования – это муклатура. Гости мероприятия ее приносят, а мы сдаем в переработку. И вырученные средства идут на покрытие текущих расходов. Наш проект полностью себя окупает. Инновационность состоит в отсутствии постоянного места. На условиях бартера мы договариваемся с интересными местами в нашем городе. И получается с них бесплатное помещение, а с нас реклама и живые люди, которые пришли к ним на площадку. Кстати, каждый раз приходит около 60 человек. И я думаю, что для локального мероприятия это очень хорошая цифра. Мы активны в соцсетях. На протяжении всего года девушки могут договариваться через нас, затем лично встречаться и меняться. Отзывы всегда положительные. Говорят, что мы делаем полезное дело. Мы – это команда из четырех человек. Дизайнер, дежурная в зале, фотограф и я – идейный вдохновитель. Что ж, дамы и господа, присоединяйтесь к движению фримаркетов. Отлично. Татьяна, спасибо большое. Прям тютельку в тютельку. Так. Глазунова Ольга. Проект «Детокс по-русски». Выступает Оксана Младинова. Младинова Оксана. «Детокс по-русски». Так, Татьяне, надо отключить демонстрацию своего экрана. Прошу прощения. Учусь техникой. Спасибо большое. Вот. Ничего страшного. И мы подключаем Оксану Младинова. Замечательно. Нам все видно. Оксане, надо включить микрофончик, видимо. Детокс по-русски. Спасибо. 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 Слышно. 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 Хорошо. А картинка есть? Нет, нет. Картинка есть рабочего стола. Картинка телефона есть, да. Теперь запускайте презентацию. Сейчас. Сейчас, секунду. Не хочет. Ничего, сейчас получится. Сейчас, делаем. Сейчас, делаем. А давайте я вам пока буду рассказывать. Рассказывайте. Рассказывайте, да, чтобы время нам не терять, а потом будет картинка. Меня зовут Младинова Оксана. Я врач, телесный терапевт, мастер по массажу. И Ольга Глазунова, руководитель проекта и автор проекта. И мы представляем проект «Детокс по-русски». Это авторская выездная программа для женщин. И проходит она в очень красивом, колоритном месте в Некрасовском районе, в даче Имка. Место очень живописное. И само по себе очень хорошо уже настраивает на релакс. И дача Имка вообще впечатляет русским колоритом. И поэтому, когда туда приезжаешь, уже автоматически погружаешься в такой век 18-й, наверное, русский такой колорит. Ольга работает как психолог. Она использует различные инструменты. Мы играем и в метафорические игры, и в трансформационные игры, и карты используем метафорические, различные упражнения по работе с подсознанием. А я работаю как телесный терапевт. Работаю с телом. Работаю на снятие блоков, зажимов. Расслабляю тело. Делаем очень много динамических медитаций. Работаем на чувствование своего тела, на контакт с партнерами. И обязательно у нас присутствует баня оба дня для очищения, для расслабления. Очень много вкусной еды с соленьями, с копченой рыбой. Вот такая вот национальная, русская. Обязательно с девчонками занимаемся творчеством, проводим творческие мастер-классы. У нас были и барельефы, и валяние шерстью. Мы шьем, рисуем. То есть каждый раз что-то интересное. Обязательно знакомим девчонок с новыми местами. Мы посещали и соляной остров, и конный клуб ездили на лошадях, и ходили в кузнецу, и еще различные экскурсии. То есть девчонки очень много получают новых впечатлений и ощущений. Дружат друг с другом после детокса. Новые знакомства заводят. И на детоксе мы стараемся им давать такие инструменты, которые они могут использовать дома. То есть какие-то упражнения, когда они сами себе могут помочь. Наполняем девчонок. Даем им эмоции и впечатления. Они приезжают очень такие радостные, веселые. Соответственно, приезжают к мужьям, к детям абсолютно в другом состоянии. И 80% наших клиентов – это девочки, которые уже когда-то посещали детокс. Очень много кто ездит третий, четвертый раз. И постоянно программа новая, интересная. И поэтому девчонки видят свои изменения, и то, в каком они состоянии приезжают. Вот такие у нас красивые картинки. Что хотелось сказать по нашей программе. Наша программа, ее очень хорошо можно адаптировать для семейных пар. Что мы хотим сделать на следующий год. И самая главная, актуальная история для детокса по-русски – это программа для организаций. Для улучшения психоэмоционального состояния работников и налаживания коммуникации в коллективе. В неформальной обстановке, за пределами города, чтобы пообщались по-человечески, скажем так, по-по-душевному. Вот такие у нас задумки. Вот, наверное, это все. То есть все вовремя. В общем, кто хочет быть счастливой женщиной, все к вам. Да. Спасибо, Оксана, большое. Следующий у нас кто? Игнатова Анна. Студия танца и творчества Big Bang. Да, здравствуйте. Оксане нужно отключить. А так, замечательно. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, видно ли презентацию? Да, все хорошо. Да, видно. Все хорошо видно, да? Да. Анна, я сижу с секундомером. Поэтому, что у меня никто не стоит напоминать про время. Итак, я представлюсь. Меня зовут Анна Игнатова и представляю проект «Свой студия танцев и творчества Big Apple». Основной миссией нашего проекта мы считаем в том, чтобы помочь ребенку раскрыть свой потенциал с помощью сбалансированного развития основных сфер. Это творчество, спорт, самопознание и взаимоотношения. Все наши занятия разделены на четыре направления. Это комплексная гимнастика для физического развития, это танцы, танцевальные современные направления, творческий модуль, который включает занятия по актерскому мастерству, перформансе, пластике, сунжарным рисованием и танцем. И программа «Новая. Я создаю свое будущее». Она посвящена поиску своей профессии как призвания, личностному развитию и самоопределению. На сегодняшний момент тема вообще своего призвания, предназначения очень актуальна и среди взрослых, и среди детей. Поэтому мы создали такую программу для детей 10-16 лет. Сейчас идет набор. Какие основные ценности в нашей программе обучения? Это прежде всего баланс в развитии. Да, изначально мы занимаемся для развития, как я уже сказала, а не каких-то технических достижений. Но это вовсе не означает, что на занятиях нет какой-то дисциплины, требований. Безусловно, планочка, она всегда повышается, чтобы ребенок проявлял это усердие, усидчивость, таким образом внутренний рост. Но я считаю, что от любой деятельности, особенно творческой, обязательно нужно получать радость. Поэтому это баланс, соединение радости, усидчивости, работы и игры, дисциплины, в то же время непосредственности, творчества и логики. В общем-то, процесс, что важно сейчас, и результаты, к чему мы идем на перспективу. Это раскрытие потенциала человека, его самореализация. То есть наша задача не в том, чтобы вписать ребенка в какой-то идеальный образ, создать из него какого-то супермена идеала, а наоборот, помочь ему узнать, в чем его уникальность, в чем его талант и как его раскрыть. Занимаемся самопознанием и общением, да, кто есть я, изучаем себя, есть этот мир и как мы взаимодействуем с другими людьми. Учимся устраивать гармоничные отношения долгосрочные. Ну и, что я считаю самым важным, одним из самых важных моментов, это создаем жизнь, наполняем ее интересными событиями, позитивными, какими-то событиями, энергией, драйвом, активизмом. Вообще, я считаю, жизни нужно всегда радоваться, вот некоторые моменты вы видите. Для кого это? Для детей от 5 лет, подростков, молодежи, для всех, кто хочет развиваться, стремиться стать творцом своей жизни, а не подстраиваться под нее. Для кого важно здоровое общение, кому хочется научиться чему-то новому, интересному, используя, проводить время. Помимо регулярных занятий у нас проходят какие-то творческие вечеринки, мастер-классы, программы на зимние и летние каникулы. На какие-то вот такие программы я приглашаю педагогов, преподавателей, ученики уже подрастают, становятся частью команды. Мы сотрудничаем с различными коллективами, организациями, коммерческими, некоммерческими, государственными. В СМИ про нас тоже пишут. И хочу подытожить, что здесь не только про танцы, не только про творчество, но про становление человека, личностное развитие, наполненное интересными событиями жизни и крутое общение. Здесь указаны мои контакты, поэтому рада буду видеть ваших детей на нашем занятии, а также всегда открыто к сотрудничеству. Добавляйте и звоните. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Анна. Спасибо. Так, следующая у нас выступающая. Выступающая. Дэнка Светлана, авторская школа и русская каллиграфия ИАСЬ. Так, здравствуйте. Сейчас попробуем все запустить. Так. Где у нас? Вот сначала, да? Видно, да, вроде бы? Да. Хорошо. Да, я представляю проект авторской школы Юрия Ивановича Арукцева «Русская каллиграфия ИАСЬ». Школа основана в 2009 году. Весь этот год мы празднуем десятилетие школы. Наша школа является первой, единственной в России лицензированной. То есть мы можем давать удостоверение о топ-образовании. Направлений у нас много. И основная задача, как бы она такая большая у нас, общенационального масштаба, возродить, сохранить и приумножить русскую национальную культуру, русское национальное письмо. Здесь можно как раз посмотреть разницу в почерке, то, что сейчас у нас разрушение идет полное в образовании, особенно то, что касается письма. А чистописание всегда являлось главным фундаментом успешного обучения детей. Все программы нашей школы выстроены с учетом физиологии письма, потому что Юрий Иванович Арукцев является врачом-экспертом высшей категории. Направлений тоже много. Это чистописание, каллиграфия, коррекция почерка, левша, ярославская вязь, искусство монограммы, разработка личной подписи. Также появляются новые направления. Одно из них – это каллиграфия по фотографии. Разработаны свои авторские уникальные методики, прописи, различные приемы, которые облегчают сам процесс письма. Они не прекращаются, то есть издаются. Сейчас от новых будет шесть методик издано. И первый в мире – словарь каллиграфа. Также у нас можно пройти разными формами обучения. Это как и очное, онлайн-обучение. Есть экспресс-курс, как раз вот сейчас у нас последний день завершающий был. Это за четыре дня можно освоить весь курс каллиграфии и получить удостоверение о доп. образовании. Также есть, можно купить себе видеокурс. Это единственный профессиональный авторский курс по чистописанию, совмещенный с лекциями по физиологии письма. На базе школы открыт музей русского национального письма. Музей богатый, то есть больше 500 экспонатов, в том числе уникальные есть. Он входит в ассоциацию частных музеев. Еще особенность нашей школы, что у нас свой авторский шрифт разработан. Александр Сергеевич Кушкин называется. Здесь расписана, конечно, финансовая деятельность, но у нас, как бы нашим девизом, всегда был результат первичен, а деньги вторичны. Вот, поэтому у нас очень много проходит мастер-классов бесплатных для детей. Через красивое письмо мы закладываем нравственные, патриотические основы детям. С письма начинается любовь к национальной культуре. Без письма нет интереса к чтению и развитию, нет любви к родине. Девиз нашей школы – красиво пишем, мыслим и живем. Мы учим детей создавать вокруг себя красивое пространство. Налаживаем также связи родителей школы. Разработаны вот среди тех же методик – это литературные панграммы, которые мы тоже вот составляем с детьми. Очень интересно проходят эти занятия. За 10 лет мы выросли в организации полного цикла. От преподавания русского национального письма до подготовки собственных педагогических кадров. Больше тысячи учеников прошло через школу и подготовлено больше 200 педагогов дополнительного образования. Всех приглашаем. Кому интересно это развиваться дальше, получить новую профессию. Непреливно идет подготовка также собственных кадров и квалификацию повышаем. Поднимаем русское национальное письмо на высочайший уровень. У нас много сотрудничаем с правительством Ярославской области, с департаментом, с архивной службой, с музеем-заповедником, с библиотеками, с ИРО. Кстати, вот с Институтом русского языка Александра Сергеевича Пушкина в Москве на нем расположена самая большая каллиграфическая надпись в мире на русском языке. Тоже выполнена по эскизу Юрия Ивановича Арусова нашим авторским шрифтом одноименным. Александр Сергеевич Пушкин. Это наша гордость школы. Каллиграфия позволяет достичь красоты и совершенства во всем. И поэтому мы планируем вырасти в элитной школе, в которой дети смогут получить полноценное качественное образование через основы русско-академической школы, через школу Ушинского. Потому что образовываться ребенок может только через письмо. Это нужно понимать. Это нужно обязательно как фундамент заложить. Также формируем расцветные этические основы у детей и сохраняем, соответственно, их здоровье. То есть меняется у человека характер. Спасибо. Так что всех приглашаем к нам и в музей, и на мастер-классы, и в школу. Я успела попасть к вам, посмотреть, как это все красиво. Я даже не знала, что у нас такой мирославный есть. Спасибо вам огромное. Да. Так, следующий выступающий у нас это Александр Голанов. Напольная шахта и игротека Голанова. День. Так, меня видно. Да, все хорошо. Сейчас попробую включить небольшую презентацию нашего видеоматериала. Значит, в чем суть проекта? Суть проекта заключается в том, что мной был разработан игровой развивающий конструктор, который позволяет, ну вот я писал 250 развивающих игр, а фактически он позволяет и больше придумывать, потому что вот уже мы первый комплект перевезли вот в Москву школа Перспектива, мы с ним как инновационная площадка наша. И они уже начали разрабатывать свои игры. Значит, в чем суть проекта? Суть проекта заключается в том, что очень мало внимания уделяется наглядно действительному мышлению детей. И поэтому была предложена идея, что детали набора можно использовать как отдельные элементы для разработки различных игр. И вот наш проект позволяет 50 подвижных игр. Значит, идея какая? То есть достаточно, допустим, один комплект купить, чтобы можно было провести 250 игр во время, допустим, тех же летних каникул на базе лагерей здоровительных, либо зимние лагеря. Дальше. Благодаря тому, что детали достаточно большие, легкие и удобные, были разработаны 26 игр по ручной математике, что позволяет наглядно действительное мышление, в данном случае геометрическую модель числа развивать. Кроме того, 50 позиционных игр они формируют у детей любовь к стратегическому мышлению. То есть дети могут сами передвигать фигуры, как бы быть внутри ситуации. И это позволяет детям как бы больше развивать те области, которые были слабо задействованы. В данном случае наглядно действительное мышление. Очень интересная идея с головоломками, потому что за счет этого мы как бы формируем у ребенка возможность преодолеть клиповое мышление. И идея очень заинтересовала. Вот мы с болгарами разговаривали. У них был большой интерес к этому комплекту. Профессор Болгария отзывалась хорошо. МГПУ у Вернадского. Вот мы будем цикл семинаров готовить именно для того, чтобы показать, что так как сейчас дети привыкли получать картинку очень быстро, то есть где-то 3 секунды, им становится скучно. Так вот, за счет того, что они начинают работать с головоломками, разгадывать головоломки, у них формируется как бы возможность почувствовать радость победы. То есть ребенку для того, чтобы прочувствовать себя до конца, решив головоломку, например, он может только тогда, когда много раз попытался, но не получалось. И наконец-то получилось. И вот с помощью головоломок, конструкторов мы формируем у ребенка вот это желание пробовать несколько раз. Желание думать, желание развивать себя. Кроме того, игровые поля у нас можно складывать в любой конфигурации. Это позволяет делать игры-ходилки, например, которые позволяют ставить разные задания, и выполняя их, ребенок также приобретает очень интересные навыки именно освоения материала. Ну и кроме того, 100 оздоровительных игр, которые можно использовать в работе как лечебно-оздоровительные для детей с ОВЗ. Значит, потенциал конструктора достаточно уникален, потому что как бы мы сейчас делаем авторские права. Это патентуем, такого еще не было разработано в мире. Производитель Ярославский, это фирма Воватос, и поэтому как бы вот на базе Ярославля мы можем развивать интересные игры. Значит, куда однозначно он может интересен, мы сейчас ведем переговоры с Московским городским методическим центром, и поднимается вопрос об оснащении этими комплектами школы новостройки. Потому что такой комплект позволяет школе полной мере как бы реализовать потенциал, особенно для начальной школы, для дошкольного звена, особенности развития детей. Ну вот как бы это наша особенность, в чем плюсы комплекта, значит, это вот детали легкие, безопасные. Есть рельефная гравировка, что позволяет, что называется, пальчиком почувствовать число, что также хорошо для детей с ОВЗ, в частности, вот детям, которым наглядно действительное мышление доминирует, ведущие являются, это дети с ментальными проблемами, дети, у кого невербальный интеллект, разница лучше, чем вербальные, неговорящие дети, что это тоже свой потенциал имеет. И вот мы сейчас ведем переговоры соревнований обилимпич, чтобы можно было использовать их для обучения педагогов. И главное, что так как оборудование самое разнообразное, позволяет педагогам самим придумывать игры. Вот это главный момент, то есть мы как бы даем оборудование, которое дает возможность вам придумать свои игры и более использовать потенциал вот этого необычного соединения деталей, например, больших деталей, потому что головоломки вообще не использовались очень долго. Почему? Потому что не было инструмента, с помощью которых его можно было задействовать. Геометрическая модель числа, так же самое. Значит, надеемся, что совместно сможем с вами пообщаться вместе, что вы найдете наши комплекты, дополняют ваши проекты. И, пожалуйста, вот наши контакты можно с нами связаться, и мы совместно можем проработать и адаптировать наш комплект, допустим, под ваши задачи. Вот у меня как бы вот основная идея в проекте. Спасибо, Александр Сергеевич. Я теперь вспомнила, мы в том году с вами встречались. Да-да-да-да. Так, я просто не знаю, как мне сейчас выключить это все. Да, там надо снять демонстрацию экрана внизу. Надо в том же месте нажать кнопочку. Я думаю, без личной встречи мы все равно не обойдемся. На 6 число мы все-таки будем ее планировать. Обязательно. Чтобы пообщаться, пообниматься и поздравиться. Так, следующая выступающая у нас Анна Елизарова с проектом Академия экологии общения. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас я найду свою презентацию. Вы знаете, пока я ищу свою презентацию, хотелось бы, конечно, сказать, что я под впечатлением от презентации моих коллег. Александр, то, что вы делаете сейчас головоломками, меня просто вдохновило. И я поняла, что мне в мою школу это обязательно надо. Также, конечно же, и Светлана Руденко, да, если не ошибаюсь. Да, Светлана. А Рудсова, ты, конечно же, и танцы меня впечатлили. Ну, в общем, я под впечатлением. Итак, дорогие друзья, я не знаю, я не вижу себя. Я, наверное, в кадре, да? Да, хорошо. Да, я только вижу свою презентацию. Меня зовут Анна Елизарова, я представляю проект Академии экологии общения. Наш проект создан для родителей и для детей. И мы представляем современную концепцию развивающего общения в семье. Чтобы вам коротко охарактеризовать философию нашей школы, то я предлагаю вам вспомнить какую-то ситуацию, когда кто-то в отношении вас вел себя агрессивно. Возможно, вы вели в отношении кого-то себя агрессивно. И это всегда одна и та же ситуация. Неважно, сколько вам было лет и где это происходило, в школе, на работе, в семье и так далее, но всегда это одно и то же. Это состояние страха, крика, угрозы, обиды и так далее. То есть это всегда агрессивное поведение, это состояние проблемы. Так вот, моя любимая фраза. Не мальчик плохой, у мальчика проблема. И мне очень нравится одна африканская история, когда в одном африканском племени существует такое, когда кто-то совершает какой-то плохой поступок, то всё племя ставит этого человека в центр этого поселения, окружает и в течение двух дней говорит ему всё хорошее, что он когда-то делал в жизни и всё то ценное, что он принёс. Потому что они считают, что каждый человек, который приходит, который рождается, он приходит в мир хорошим, и он хочет любви, счастья, мира, безопасности. И иногда вот в погоне за этими ценностями он совершает какие-то ошибки. Так вот, племя видит в этих ошибках не боль человека, не его проблему, а видит сигналы, крик о помощи, и делает всё, чтобы вернуть его истинную ценность, этого человека. Делает всё, чтобы восстановить его в своём истинном звучании. Именно на это ориентирована Академия экологии и общения. И три основных столпа, на которых строится наша Академия. Это, конечно же, первое – безопасность. Школа безопасности «Стоп-угрозы» существует уже более пяти лет. И в прошлом году она была признана лучшим социальным проектом России, и она является основой безопасности. Тренинги по безопасности – это алгоритмы безопасного поведения в различных ситуациях, которые ребёнок просто должен знать. И дети приходят в нашу школу с пяти и до семнадцати лет. Но невозможно построить вот эту вот основу уверенности, вот создать этот стержень внутри семьи, если мы не будем заниматься другим развитием, личностным развитием, поиском себя, определением своего хорошего места в жизни. Поэтому сила слова прежде всего, сила голоса – это готовность к действию, осознанный выбор лучшего для тебя и для других. Это, конечно же, межгендерные отношения. И состояние любви и силы в семье – вот основные постулаты Академии экологии и общения. И какие методы мы для этого используем? Конечно же, мы, так как я сама врач, у меня второе экономическое образование, третье образование я получаю во французской школе Ситак, которая занимается современнейшими методиками активации сознания, которая сейчас основана на основе самых современных данных нейронаук. Так вот, все это ориентировано на активацию сильных качеств личности человека на основе моделирования определенных речевых конструкций. И мы используем, конечно же, игровые методики. Игровые методики, направленные на отработку как речевых конструкций, так и поведенческих конструкций в различных ситуациях. Конечно же, очень большое внимание уделяем конфликтологии. Конфликтологии и вообще экологии общения с людьми. Потому что я убеждена, что основа развития любой коммуникации, любого проекта, любого какого-то действия является состояние близости. И мы очень часто сейчас слышим, что мы пытаемся каким-то образом решать проблемы, подавляя другого человека, манипулируя или каким-то образом им видоизменяя. А вот сила близости в экологии общения, она творит чудеса. И вот этому мы обучаем через родительский клуб, через различные методики риторического покера, мафии, моральное кидо. То есть у нас есть специальная такая территория легких решений, где мы выходим в какие-то места. То есть мы направлены на создание вот этой атмосферы близости в семье непосредственно, в команде, в классе, в любой аудитории, где находится человек. Наша карта дорожного участника, она строится обычно безопасность, твой голос, осознанный выбор профессии и уже экология межгендерной коммуникации. Потому что я убеждена, что пока не создастся мир в семье, ребенок счастлив быть не может. Поэтому мы огромное внимание уделяем всем этим механизмам. Я прошу вас, вы можете, не знаю, если вы можете навести телефон вот на эту картинку, то вы получите все мои контактные данные. Но если вам что-то отозвалось, так же, как мне после ваших презентаций, то, пожалуйста, давайте приглашаю вас в нашу команду. Если вы хотите стать участником, то становитесь участником. Если вы хотите инвестировать и помочь в проекту, то you're welcome. Я всегда открыта. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Ивана. Мне вот даже очень сложно напоминать о времени. Давайте как-нибудь сами. Это мне неудобно, очень интересно заслушивать. Маркова Мария. У нас Центр ручного откачества «Полотно». Здравствуйте. Меня слышно? Да. Все хорошо. Слышно. Так, сейчас секундочку, загружу. Заслушалась Анну. Очень интересный проект. Встречала его на просторах интернета. С удовольствием отдам туда своего ребенка. Так, мой проект называется «Центр ручного откачества полотно». Он состоит из трех направлений. Это интерактивный музей льна, где каждый посетитель сможет из пучка льняной соломы, из льняной тресты создать своими руками льняную нить, пройдя все стадии обработки льна, как это делали наши предки, теми же старинными инструментами, которым более ста лет. Дальше второе направление – это мастер-классы по ткачеству, как традиционному русскому ткачеству, так и по ткачеству современных изделий. Ну и третье направление – это производство и продажа тканых изделий, как мастерами нашей, мастерской нашего центра, так и участниками мастер-класса. Мы продаем изделия бабушек из сельской местности, и вы даже не представляете, какой восторг, какое счастье мы видим на их глазах, когда мы им приносим деньги за их труд. Они даже не ожидали, что их вязаные коврики, за их тканые коврики, что это вообще кому-то нужно в современном мире, в мире современных технологий, и когда они это видят, они чувствуют свою полезность, и мы заряжаемся вот тоже этим позитивом. Ну, основная цель, конечно, центра ткачества – это возрождение, сохранение, популяризация русских народных традиций, в частности, традиции такого древнего женского ремесла, как ткачество. Также развитие туризма в нашем городе – это тоже одна из основных целей, ну и предоставление дополнительного заработка лицам с ограниченными возможностями здоровья и лицам пенсионного возраста, проживающих как в Ярославле, так и в сельской местности. То есть мы приезжаем к ним, у них готовые изделия, да, и мы берем их, продаем через интернет-магазин. Так, что я еще хотела сказать кратенько? Ну, новаторство проекта в том, что такого центра ткачества в России нет. Есть отдельно музей, может быть, слышали, да, в Костроме очень хорошо развивается этот музей, очень хорошо работает уже 15 лет. Есть отдельно ткацкие мастерские, где производят и продают изделия. Есть отдельно ткацкие мастерские, где проводят мастер-классы, но где комплексный подход, где учитывается комплексный подход, да, когда мы видим вот льняную солому и видим уже готовое изделие, которое мы можем купить, такого центра ткачества в России нет. А Ярославль – это крупнейший город с богатейшей историей, столица Золотого кольца, крупнейший туристический город. Вот, и я считаю, что я очень хочу, что первый центр ручного ткачества открылся именно в Ярославле. На данный момент я работаю сейчас на выездных экскурсиях, провожу, приезжая на различные площадки, провожу такие интерактивные экскурсии, то есть детям дают льняную вот эту солому-тресту, да, мы ее обрабатываем с помощью старинных инструментов и получаем льняную ниточку. Делаем из нее куклу-оберет. Вот, мы продаем изделия через интернет-магазин, вот, и мы проводим мастер-классы также выездные, даже на природе, на улице, на ярмарках, на народных праздниках. Вот, и, конечно же, мне хотелось бы открыть вот первый центр качества в Ярославле, ну, и дальше масштабироваться и открывать такие центры по всей России, ближайшие там Иваново, Вологда, Санкт-Петербург, Москва. Все, да, время? Да, время, время. Ну, это в кратчо главном проекте. Спасибо. Спасибо, Мария, большое. Я хочу отключиться. А у нас Мирошниченко-Роман, благодарительный проект, да, Рит? Сейчас. Не предоставит возможность. Получилось? Нет. Видите? Да, у Ромы все хорошо. Ну, так что, я пошел. Добрых дней. Меня зовут Мирошниченко-Роман. Я представляю вашему вниманию проект Дорит. Мы принимаем старые компьютеры, чиним их и раздаем нуждающимся через партнеров. Так, минуточку. Изначально эта инициатива появилась при выявлении мной двух групп. У первой есть старые сломанные компьютеры, которые пылятся в кладовке. А второй группе нужны компьютеры, например, для доступа в интернет. Но возможности купить технику у них нет. Основная ценность проекта в том, что мы даем вторую жизнь старой технике. Делаем это под спочки, которые вы видите на экране. Дополнительная ценность в том, что мы утилизируем непригодную для ремонта технику, а не выбрасываем ее. Ну и в том, что обучаем школьников ремонту техники. Это физические и юридические лица, которые уже отдали нам в качестве благотворительности то, что они используют. Это наши партнеры. Через них мы раздаем компьютеры. Это представители НКО, фондов и социальные работники. Ну и сейчас уже их гораздо больше. Ну а здесь вы видите число... Вот эти вот счастливые владельцы техники. Много фотографий есть. Спасибо за внимание. Кратко, сестра таланта. Спасибо, Роман. Следующий у нас проект от Павлова Ирина. Доступный фитнес в моногороде Токаев. Ирина. Жан, где у нас Ирина? Должна быть. Причем Дмитрий включает презентацию. Так, но мы ее не слышим. Слышите меня? Вот чуть-чуть, чуть-чуть. Слышно, Ирина, чуть громче. Спасибо. Слышно? Ну, где-то далеко-далеко. Так. Добавить. Уху, не слышно? Ну, громче надо, Ирина. Мне самой громче говорить. Вот, вот так намного лучше. Отлично. Хорошо. Всем добрый вечер. Я являюсь фитнес-тренером в городе Сутаеве. Уже работаю в данном направлении в ходе 26 лет. Я работаю в условиях аренды спортивного клуба «Старт». Непосредственно основной мой бизнес – это цветочный. Уже, как говорится, обоснованный, состоятельный. И он может частично инвестировать в мой сегодняшний проект. В 2018 году я активизировалась идеей открыть фитнес-клуб в городе Сутаеве только с таким направлением, которое именно нужно нашему городу. И он соответствует именно требованиям населения. Не только, которые хотят и могут ходить сегодня, но и те, которые – это люди с ограниченными возможностями. И, соответственно, люди, которые старше 60 лет, скажем так. Можно дальше. Дима. Дима. Твой клуб имеет уже название «Припетум Мобили». В переводе это «Вечный двигатель». Потому что в основе его стоит мощная идея двигать, двигать и добиваться. Основная цель проекта – это участие в создании инфраструктуры города Сутаева и повышение качества жизни населения всех слоев. Еще одна из задач, которая мне очень нравится – это дать подоставить возможность участнику клуба получить единую услугу по занятиям и консульциям с пассивностью на одной площадке, на одной территории. Дима. На сегодня есть отдельно стоящее кирпичное здание с большими витражами. Состоит оно из трех этажей. И на первом этаже, коротко, планируется однозорный зал с возможностью посещения людей с особыми условиями развития. Будет специальный такой вот… Мы сегодня решили с проектировщиками социальный лифт для перемещения первого, второй, третий этаж. На втором этаже – это будет зона организации групповых персональных тренировок. И третий этаж, чем мне очень нравится, это будет конференц-зал, где можно проходить всякие обучающие тренировочные мероприятия. Будет кабинет, кажется, психолога, которые дадут возможность вот эту вот услугу единую вести население. На базе второго этажа будет создана школа «Доступные танцы», которую могут посещать не просто люди 16+, но и 60 суток. В том числе по проекту планируется проведение флеш-мопов по субботам с утра и вечернее время для всех, для всего населения, кто хочет, в город Сутаево, в том числе и в Ярославской области. Также планируется проводиться мастер-классы не только на территории конференц-зала третьего этажа, но и уличного направления. То есть территория, которая находится, прилегающая территория, которая находится около данного клуба, позволяет танцевать волю, обучаться волю, парковать свои машины и велосипеды на той удобной парковке, которая сегодня уже планирована. Сегодня в Сутаеве у нас этого нет. Дима? Дима, 30 секундочек. 30 секундочек. Так, что уникально в моем проекте еще? Мы создаем, сейчас я инициатор, услуги фитнеса на дому. То есть не все мамочки могут выехать на территорию клуба. Поэтому удобно пригласить тренировок к себе домой. В том числе и люди с ограниченными возможностями тоже могут не выезжать, а приглашать тренировок к себе. Потом у нас вводится услуга, это прямая консультация по телефону или в чате. То есть любой вопрос, любой вопрос можно получить ответ. Это анонимно или просто даже в свободном порядке. Будут проводиться онлайн-тренировки через трансляцию. Удобная трансляция, да, онлайн-тренировок. Ну и мы вводим это соревнование, конкурсы, проекции для привлечения населения к здоровому образу жизни. То, что у нас в Сутаеве сегодня нет. На сегодня в Сутаеве у нас вообще нет ни одного клуба, который бы отвечал этим требованиям. Дим, переключай. Поэтому, да, хочется удобный клуб для любой категории населения. Это можно переключать, Дима, чтобы не всем интересна моя доходность. Это один из ключевых параметров, между прочим. Да, да, да. Вот, на сегодня подведены коммуникации к зданию. Да, это вот мое здание. Хочется показать пальцем. Есть договор о аренде долгосрочной. Администрация города меня поддерживает, население поддерживает. Есть аренская база. Переговоры с подрядчиками, с партнерами ведутся. Разработка дизайн-проекта в обсуждении с дизайнером, с архитектурой, с проектной организацией Дима. Вот, поэтому он живой, насыщенный. Что нам удаст? Экономически посчитаны налоги, это 500 тысяч в год, рабочие места 15 примерно. На сегодня есть инвестиция 7 миллионов рублей уже моя. Необходимо 11 миллионов. Это просчитан уже сам проект. Проект большой, рассчитан на 3 года. То есть окупаемость его примерно через 6 миллионов рублей. Та команда, которая будет работать в данном клубе, обучаться будет за счет моих средств, за счет моего финансирования. То есть те кадры, которые будут там работать, я вам приглашаю. Именно будут те, которые я читаю на уровне. Время. Да, время. Слабая сторона. Все в проекте хорошо. Он, как говорится, отработан фокус-группой, населением города Сутаева. Меня, как говорится, многие поддерживают. Слабая сторона. Просто на сегодня не хватает финансов. Поэтому я буду их отрабатывать, эту статью. Дина? Все? Ага. Ну, это мы сегодня в наших залах. Это мы работаем. Так. Все, убегом. Завершайте. Все? Ну, вот нормально, ты с цветочных магазинов целое здание. Вообще, в такой гигантский просто, мне кажется, масштабный проект. Мы приедем, смотрим, оценим. Спасибо большое. Мне будет на открытие обязательно. Обязательно. Мы с радостью. Обязательно. Так. Микунова Ксения. Музыкальная школа для взрослых и детей. Созвучие. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня видно? Да, все хорошо, Ксения. Да. Меня зовут Ксения Микунова. Я представляю проект «Музыкальная школа для взрослых и детей. Созвучие». Я сейчас могла бы много говорить о значимости музыки в жизни человека, о ее влиянии на умственное, духовное, нравственное развитие, о том, что культурное обогащение важно и для детей, и для взрослых. Что в музыкальной школе работают замечательные педагоги, профессионалы своего дела, которые найдут индивидуальный подход каждому учащемуся. Что с того момента, как мы стали сотрудничать с Домом культуры Добрынина, мы вышли на новый уровень. И не только социальный, но и финансовый. Но я скажу по-другому. Каждый шаг, приближающий нас к единению звука и воли, не оставит на уровне глаз наши все еще главные роли. Мы садимся за белый рояль. Мы читаем знакомые ноты. Раслагаем на Бога печаль, преклонившему ухо заботе. И поем по молитвам своим, и душою по клавишам ходим. И ночами себе говорим, что летаем почти на свободе. Обретая за музыкой путь в бесконечном потоке открытий, нам уже никуда не свернуть от созвучия с миром событий. Будут звуки и руки чисты от аплодисментов и чая. Может, это услышишь и ты? Мы ведь каждого сердцем встречаем. Спасибо за внимание. Приходите в музыкальную школу с озвучая. Спасибо большое. Прям мурашки у меня. Великолепно. Мне кажется, ну не зря социальное предпринимательство развивается у нас в России. Потому что мне кажется, социальные предприниматели, они не только предприимчивый народ, но безумно талантливый, чувственный и какой-то дупый. Так. Хамиров Кирилл. Движение «Жизнь». Ремонт средств передвижения для инвалидов. Да, друзья, здравствуйте. Меня слышно? Да, все хорошо. Сейчас мне презентацию запустим. Секундочку буквально. Так, 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 так. Так. Так что все пробовали, все было видно. Пом-пом-пом-пом. Ничего. Да, экран видим. Видно, да? Да, все видно. Замечательно. Это видно, да, и можно начинать, да. Так, друзья, еще раз здравствуйте. Меня зовут Тихомиров Кирилл Владимирович. Я директор общества с ограниченной ответственностью «Бонус». С 2000 года я руковожу веломастерской 26-20, которая занимает лидирующие позиции на региональном уровне. В 2018 году мы начали развивать новое для региона, для нашего региона, социальное направление. Это проект «Движение жизни». Этот проект основан на том, что мы производим ремонт, подчеркну, именно ремонт инвалидных колясок и технических средств реабилитации. В чем наша жизнедеятельность, в чем наши плюсы и все остальное прочее. Первое – это мобильность. То есть мастер выезжает на место и может сразу осуществить техническое обслуживание инвалидной коляски, либо еще какого-то средства передвижения. Это очень важно для маломобильных граждан. Это очень важно для пожилых граждан, которые не могут, не имеют возможности самостоятельно либо выехать, либо доставить свои средства передвижения в пункт ремонта. Это доступность. Это то, что наша ценовая политика полностью доступна для любой категории граждан. Мы находим все параметры. Высокий профессионализм и широкий спектр компетенций в сфере ремонта. Благодаря нашему 20-летнему опыту мы смело можем сказать, что для нас нет непосильной задачи. Комплексность подхода. Мы предлагаем не только ремонт, а также подменные средства реабилитации на время ремонта. Либо если нет возможности людям предоставить подмену, то работаем в сопровождении силами волонтеров. И для того, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями. Собственное производство. Мы, соответственно, есть собственная ремонтно-техническая база, возможность изготовления деталей. В своей работе мы используем 3D-проектирование, что позволяет нам некоторые детали изготовить самим. Потому что нет в продаже этих деталей. Особенно если разговор идет о технике импортного производства. На данный момент наш проект находится в стадии становления и перспективного развития. Мы работаем сейчас, идут договоры с большими производственными техническими площадками, с производственниками, с заводами. И также идет работа с волонтерским движением. И в ближайшее время мы планируем открытие собственного производства и также выездной мастерской в муниципальные районы нашего города. Все. Всем спасибо за внимание. Вот такой вот у нас проект. Кирилл, если я не ошибаюсь, вы единственный в нашей области с такой организацией. Да, на самом деле мы являемся эксклюзивным, будем так говорить, предложением на территории Ярославля, Ярославской области. И именно в этом, будем говорить, вся прелесть нашего проекта. И мы предоставляем, еще раз повторю, приобрести инвалидную коляску, фактически, я так подозреваю, может много кто, любые средства для реабилитации. А вот отремонтировать ее, к сожалению, у людей не хватает не то, чтобы финансовых вопросов, а у людей этого просто нет. Нет предложения по запчастям, нет предложения по услуге ремонта. И некоторые просто технические люди не подкованы, и они не могут даже элементарного, как накачать колесо. Вот и все. То есть мы даже элементарно видим иногда девушек на автомобиле, которые стоят и просят помощи. То есть это, а что говорить о людях, которые просто не имеют физической возможности. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Прекрасное дело. Следующий выступающий у нас Радаман Наталья, проект «Зашкольное питание». Коллеги, здравствуйте. Меня видно, слышно? Все хорошо. Да. Отлично. Пока я открываю презентацию, хочу сказать, что очень рада видеть знакомые лица на этом проекте. И мой проект, думаю, не оставит равнодушных всех, кому интересна тема школьного питания, у кого есть дети-школьники. Видно презентацию? Нет. Так, сейчас, секундочку. Еще раз. Сегодня был такой очень интересный день. Презентовала этот проект на форуме Содружества, который проводила общественная палата. Сейчас вернулась только что с дегустации блюд с конкурса «Школьный шеф». И сейчас я вам расскажу про сам проект. Сейчас видно мои слайды? Да, все хорошо. Да, видно. Сейчас, секундочку. Только надо, наверное, запустить режим просмотра. Да, да, да. Сейчас, секундочку. Мне кажется, в онлайн-формате тоже очень прекрасно проходят конференции. Да, да, очевидно. Коллеги, как я уже сказала, мой проект будет интересен всем, у кого есть дети-школьники. И вы, наверное, знаете, что в данный момент тема школьного питания находится в приоритете государственной политики. И, тем не менее, участие родителей в теме школьного питания, оно либо формально, либо практически совсем отсутствует. С этого года тема стала еще более актуальна, поскольку на питание детей начальных классов выделено порядка более 20 миллионов бюджетных денег. И более 7 миллионов детей принимают участие, начальных классов питаются за счет срезов федерального бюджета. Ну, вы, наверное, знаете, да, что система нуждается в улучшениях. И те исследования, которые мы проводили, те мониторинги, которые мы проводили, показывают, что более 30% детей говорят о том, что еда в школе невкусная, еда в школе холодная, отказываются кушать. И руководители даже федеральных министерств и ведомств говорят о том, что зачастую отходы в школьных столовых составляют от 60 до 80% по многим блюдам. И вы прекрасно понимаете, да, что вместе с этими отходами выбрасываются либо бюджетные, либо родительские деньги. И система нуждается в улучшениях, да. И наш проект «За школьное питание» ставит себе целью совершенствовать систему школьного питания путем повышения внимания и участия родителей и школьников. Для этого создан сайт «За школьное питание», то есть портал для неравнодушных родителей, где вы можете увидеть все новости проекта, почитать обо всех наших активностях, о правах, о возможностях родителей, о том, что каждый из родителей может сделать конкретно в своей школе. Ну и так, что могут сделать родители, да. Первое – это провести анализ меню, сделать мониторинг столовой, то есть лично прийти в столовую и посмотреть, что там происходит, проконсультироваться с экспертами, да, после того, как они собрали какие-то данные, предложить меню, замены каких-то блюд, да, если они не устраивают. Можно проводить дегустацию, да, какие-то блюда, дети хорошо едят, какие-то едят, какие-то не очень. И таким образом запускается цикл непрерывных улучшений, и все эти этапы осуществляются в взаимодействии с администрацией школы и исполнительным услугам. Ну, как провести анализ меню, да, не обязательно быть большим специалистом в белках, жирах и углеводах, знать все требования СанПин, но можно посчитать количество тех или иных продуктов в примерном двухнедельном меню для того, чтобы судить о сбалансированности. То есть кому интересно, я подробности буду отдельно рассказывать. Что родители могут делать непосредственно в столовой? Первое – сравнить меню с фактическими блюдами, померить температуру подачи блюд. Вот сейчас у меня нет с собой здесь термометра, но вот на картинке видно, да, что без контакта термометра можно прийти и проверить температуру блюд. И вот в данном случае термометр становится такой волшебной палочкой. Когда родители появляются с термометрами в школах, то автоматически температура блюд растет, и каша не прилипает к тарелке, а суп не покрывается жиром. Очень важно уделять внимание количеству отходов, да, то есть посмотреть, когда дети хорошо кушают, а когда дети не очень хорошо кушают, потому что вопрос там вкусно-невкусно – это на уровне обсуждения на кухне. Но когда мы говорим об общественном питании, то здесь необходимо именно оценивать количество отходов. Также мы беседуем с детьми, спрашиваем, да, что им понравилось, что нет. Ну, можно сами попробовать блюдо и фиксируем результаты наблюдений. Наталья, времечко. Да-да-да, я заканчиваю. По результатам это работает, проверено не на одной школе. И сейчас запускается проект «Школьный шеф», он работает. Когда внимание родителей мы расширяем, да, повара ведь тоже они родители. И мы приглашаем профессионалов ресторанного бизнеса готовить по заданным технологиям, в заданных условиях блюда для школьных столовых. И вот этот конкурс тоже уже подходит к завершению. И еще один конкурс, который мы проводим среди деток, это конкурс правильного питания. Просим мы делать ролики в формате ТикТок. Вот. Не буду подробно говорить, да, что сделано. То есть, если интересно, почитайте. Могу рассказать, ответить на все вопросы. И также можете обращаться на сайт зашкольного питания. Ну, если вы захотите принять участие в совершенствовании питания в своих школах, то я готова помочь. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Кстати, Дим, я думаю, нам надо попросить участников по ЗАС кинуть презентации, чтобы они у нас были. И мы бы поделились как раз и контактами. И, может быть, какие-то новые коллаборации. Они у нас уже есть. Они у нас уже есть. Мы все скачаем. Наш проект отличается тем, что мы храним все-все-все данные и обязательно предоставляем их участникам. И фото, и вот те замечательные, красивые, сформированные заявки, которые оценивали эксперты, где сформирована вся информация с логотипами конкурса. Мы это все предоставим, пришлем, и вы сможете этим пользоваться. У нас осталось вообще два, по-моему, по моим данным, по имени данных, участников. Если вдруг вот мы не назвали, обязательно напишите Жанне. Итак, сейчас у нас Евсина Екатерина с проектом «С миру по нитке». Всем здравствуйте. Добрый вечер, меня слышно? Да, хорошо, я слышно. Ага. Значит, мой проект называется «С миру по нитке». Меня зовут Екатерина Евсина. Я всегда мечтала стать дизайнером, моделиром одежды. И в 2013 году я открыла собственное ателье. Мне хотелось делать девушек более красивыми и более счастливыми. Многие девушки не могут найти то самое желанное свадебное платье, либо вечернее платье не могут найти в магазине. И либо какая-то идея им приходит сногсшибательная, которую они не знают, где воплотить. И вот они приходят к нам. То есть мы несем красоту в массы. Помимо того, что мы еще и курсы преподаем, курсы шитья. То есть многие уже забыли эстетику, культуру вот этого шитья. То есть молодежь нынешняя растет. Они приходят в магазин и не обращают внимания на качество, например, изделия. То есть мы учим, чтобы все это было действительно достойно, качественно. Ну, чтобы не только было красиво как внешне, так и внутренне. Также я участвовала на федеральном канале «Пятница» в передаче «Я босс». Мы сотрудничаем с Москвой еще. Отшиваем платья как свадебные вечерни на Москву. И также организовываем праздники. То есть у нас в городе Путаеве. Значит, и для как для детей, так и для взрослых. Мы делаем модный показ для взрослых. А для детей аниматоры у нас выступают. И то есть никто не уходит без подарков и без хорошего настроения. Так, вот все вкратце. Кать, спасибо вам большое. Только надо было тебе, Екатерина, командовать мне, чтобы я переключал презентацию. Я бы свое лицо не видела. То есть я еще хотела сказать, вот да, сейчас презентацию. То есть мы шьем так же не только, например, как для молодых девушек. Мы шьем и для женщин, для больших размеров мы шьем. То есть к нам приходят женщины размера плюс сайз, которые не могут, например, найти в магазине. Те же брюки, которые, ну, надо, чтобы были идеальная посадка, а размер, ну, просто большой. И к нам обращаются женщины и просто уходят со слезами благодарности на глазах, со слезами радости. То есть мы несем счастье девушкам и женщинам. Но и в то же время мужчинам. Мужчины тоже любят твои глазами. Екатерина, я вас тоже очень давно знаю, очень рада. По-моему, победитель вообще множества конкурсов, модельеров, насколько вот мне. Да, 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 за спиной, да, большая. Да, да, скромная такая, да, я у Зайцева и у Дашкина была, но я не об этом не расскажу. Вот так вот наши социальные предприниматели. Да, потому что когда включается камера, я про все забываю. Да, да, я всего лишь там-то и там выиграла, но вам не расскажу. А плачешь шикарно, действительно, вообще. Я в восторге, слежу за тобой в сетях и прям в личном восторге, все хочу сказать тебе. Спасибо большое. Еще хочу добавить, что мы вышли на новый уровень, мы еще стали шить нашим звездам российским. Ну, так с таким талантом-то, конечно. Так что вот. Ну, хочется все равно все время двигаться, двигаться, учиться чему-то новому, развиваться и масштабироваться. Спасибо вам. Сейчас что, я сам не будем обниматься. Спасибо за приглашение. Жан, вы никого не забыли, скажи мне, пожалуйста. Таисия, по-моему, должна у нас еще. Таисия, вот, я же думаю, что я точно кого-то забыла. Все, прошу прощения. Итак, самая талантин Таисия, школа юного финансиста. Добрый день. Слышно меня? Да, все хорошо, Таисия. Я без презентации, к сожалению, технические сложности. Я так расскажу. Школа юного финансиста. Проект основался в семнадцатом году. То есть я думаю, что меня в городе многие знают именно как преподавателя курса финанса для предпринимателей. И когда ко мне на курс пришел сначала один четырнадцатилетний мальчик на взрослый курс, потом еще один тринадцатилетний. Я поняла, что это уже не случайность, это уже система. И, соответственно, детям тоже интересно финансы. Понятно, что для детей должна быть другая подача, должен быть игровой момент. Поэтому так зародился и основался, собственно говоря, школа юного финансиста или курс для детей по финансовой грамотности. Финансовая грамотность, она очень многогранна. То есть это и личные финансы, это и семейный бюджет. Мы проходим для тех, кто постарше, я рассказываю уже и про финансы компании, рассказываю и про макроэкономику. И, соответственно, мы немножко затрагиваем инвестирование. Я показываю инструменты инвестирования, какие они есть на сегодня. И, соответственно, ребята выносят эти знания, удовлетворяют свое любопытство. В настоящий момент у меня есть две возрастные группы. То есть одна где-то от девяти до двенадцати лет. То есть, соответственно, далеко не все дети, которые пришли на мой курс, станут будущими финансистами. Но если у них уже появились финансовые деньги, и им интересна эта тема, то есть именно карманных денег, то в идеале, конечно, чтобы дети прошли вот такое обучение, потому что теоретически мы понимаем, что финансовая грамотность важна всем. Вторая группа – это более старшие дети, то есть от тринадцати до шестнадцати лет. И инновационность моего проекта состоит в том, что для того, чтобы детям было интересно то, что я рассказываю, хотя им и так это интересно, присутствует игровой момент. То есть все, что мы на уроке проходим, то есть по теме урока, о чем я рассказываю, мы тут же закрепляем это в игровой форме, то есть посредством настольной финансо-экономической игры. И ребята отрабатывают эти навыки, то есть что-то узнали. Тоже, например, игра, посвященная кредитам. Узнали, например, про страховки. Тут же у нас в игре элемент, когда есть страхование, каких вот этих рисков. Ну, собственно говоря, все. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Ну что? Дмитрий, Жанна, теперь-то мы никого не забыли, а то я уже волнуюсь. Даня, у меня есть предложение, может, те, кто не говорил, но пока слушал, им захотелось несколько слов сказать о своем проекте. Я только за. Да, Жанн. Уважаемые участники, может быть, кто-то хочет сказать о своем проекте. Ну, значит, нет. Да, я бы попросила Галину Викторовну дать обратную связь. Может быть, какие-то нюансы, я не знаю. В общем, что-то очень хорошее. Блин, верно. Да. Спасибо. С большим удовольствием я действительно ее дам, потому что эти, ну, больше двух часов, которые мы с вами провели вместе, они просто уникальны. Про эмоции. Вот наша встреча сегодня была какой-то, вот знаете, доброй, экологичной. И лично я получила, я думаю, что все участники этой встречи получили друг от друга массу положительных эмоций. И вот это вот, наверное, самое главное, что мы сегодня с вами как бы увидели и получили. Про проекты. Проекты были разные. От первого и единственного в России, что меня, в принципе, потрясло. И от тех, которые уже зрелые и готовы выйти на передачу франшизы. И это тоже как бы уникальные вещи, которые уже можно масштабировать. До тех, кто реализовывает самозанятые, но самое главное, что они все уникальны. Вот это, наверное, главное, что мы сегодня с вами увидели. Уникальные и, самое главное, наполнены смыслами. Смыслами, конечно же, по решению проблем социального предпринимательства. То, о чем мы с вами говорим, ради чего мы с вами проводим вообще вот этот конкурс. Про ценности и смыслы. Конечно, в каждом проекте свои цели, свои задачи, свои ценности. Но вот самое главное, что мы сегодня с вами прочувствовали, что все мы вот такими проектами, то есть вы, я, конечно, в первую очередь, я транслирую про вас, про всех, кто реализовывает такие проекты. Создаете жизнь, излучаете добро. И вот самое главное, делаете своими добрыми делами жизнь ярославцев лучше, добрее и качественнее. Вот, наверное, это самая главная цель, которую мы с вами вместе достигаем. Про возможности. Это обязательно хочу акцентировать на этом внимание. У каждого из вас, независимо от того, есть ли организовано ли юрлицо, зарегистрировались вы в качестве самозанятого, или у вас некоммерческая организация, у каждого из вас есть возможность получить поддержку от государства. Более подробно мы всегда сможем дать информацию в Центре поддержки предпринимательства. Личный я всегда открытый, готов к общению, и мой телефон есть на сайте, и у организаторов конкурса вплоть до мобильного всегда можно давать. Вопрос в том, что… Я сейчас просто совершенно только, прям две минуты. Самое главное, чтобы вы знали, что для тех, которые уже действующие предприниматели, и реализуют проекты в социальной сфере, то мы предоставляем через Фонд поддержки предпринимательства займы по 2% годовых. Ну, то есть вот таких процентов сейчас, в общем-то, нет нигде. Это именно льготные займы, если вам необходимы деньги на развитие проектов. Некоторые проекты, я также услышала, нуждаются, ну, будем говорить так, в стартап-финансирование, то есть для начала бизнеса. До сегодняшнего дня, ну, будем говорить, на сегодняшний момент, гранты на развитие собственного дела мы не выделяли, но хочу поделиться такой вот хорошей новостью, что со следующего года Минэкономразвитие внедряет, и сейчас прорабатываются порядки и объемы финансирования, но пока идет информация, что до 300 тысяч рублей будут выделяться гранты для социально ориентированных некоммерческих организаций или социальных предпринимателей. Я более подробно потом смогу эту информацию обязательно дать, как только мы получим вот обратную связь от Минэкономразвития, я считаю, это вот очень хороший такой момент. И третий момент, вы, надеюсь, слышали, что сейчас есть возможность получить статус социального предприятия, если вы уже в качестве созданного юрлица или самозанятого, и, соответственно, этот статус дает действительно возможности по получению государственной поддержки. От финансовой, про которую я сказала, она всегда наиболее востребованная, до информационной, консультационной поддержки. Мы проводим бесплатную массу консультаций, но здесь не только социального предпринимателя это касается, это вообще всех предпринимателей, которые на территории региона осуществляют свою деятельность. Мы проводим консультации, таких вот хорошие, качественные, по трудовым отношениям, по бухгалтерскому учету, юридическим аспектам, любые направления, по продвижению на маркетплейсах можно получить консультацию. Мы проводим много обучающих в мероприятии. Буквально вот 5-го числа, это послезавтра, будет двухдневная обучающая программа для социальных предпринимателей. Я надеюсь, что там как раз про меры поддержки более подробно вам в том числе расскажут. Поэтому, что хотелось бы сказать, ну это уже качество финала и пожелания, конечно же, всем искать возможность учиться и развиваться, и одна из участниц сегодня об этом сказала. Безусловно, использовать все имеющиеся возможности, ну и, конечно, выводить все свои проекты на успешную его реализацию. Никогда не сдаваться и двигаться только вперед. Мы всегда готовы быть вместе с вами. Спасибо всем огромное, действительно, за участие в этом проекте. Спасибо большое, Галина Викторовна. Вы еще не убегаете? Может быть, мы когда огласим результаты, вы их торжественно... Я их сам... Аня, я сама их не знаю, поэтому я как бы попрошу вас. Хорошо. Жан, там у нас кто-то еще написал про презентацию. Может, мы тогда выслушаем и попросим от уважаемых экспертов дать обратную связь. Ну и уже подведем итоги. Хотя я бы до 6-го числа еще оставила интригу. Мне прям хочется. Но если обещали, то, я думаю, надо как бы обязательно исполнять. Так, Жан, кто у нас хотел выступить? Вот один человек, мне просто имени не видно. Не вижу, у меня они высвечиваются. А, вот, уже отказались. Ну вот, мы уже готовы. Дим, тогда кто у нас выступит от экспертов с обратной связью? Дим, мы тебя не слышим. Эксперты такие же стеснительные. Да, да. Из экспертов я думаю, что мы снова попросим Марину Сухареву, если она с нами. Потому что больше из экспертов никто, к сожалению, не смог к нам присоединиться. Мариночка, ты расскажешь нам о своих впечатлениях еще раз? Так, а видно меня? Да, все хорошо. Отлично. Дима меня второй раз так неожиданно вытаскивает. Чик-чик-чик. Я на самом деле писала какие-то свои комментарии по метке в чате. Общее впечатление рассказать по персоналиям, Дим, скажи, что нужно. Какие акценты? Да, я думаю, что общее впечатление, потому что здесь можно о каждом из участников говорить очень и очень долго. И мы обязательно до них, до всех донесем те комментарии, которые эксперты писали при оценках. Я думаю, что участники не знают, что обязательным условием в форме оценки было написать краткий комментарий по каждому оцениваемому проекту. Каждый эксперт это сделал, и мы обязательно все это пришлем. Просто общую оценку, общее впечатление и, наверное, напутствие пожелания. Спасибо, Дим, поняла акценты. Ну что, я тогда еще раз благодарю за уже презентации, за интересные, яркие. У меня особенно заходили ваши горящие глаза, вот эти эмоции, с которыми вы рассказывали. Здесь действительно очень много про ценностей, очень много про ваше желание отдавать, двигаться, делать что-то хорошее для других людей, причем для очень разных категорий. Мне это очень близко, поэтому мне это очень было ценно, смотрелось замечательно, позитивно, классно. Спасибо огромное. Были отдельные элементы как-то со стихами или с особой энергетикой, с особой душевностью. Я это тоже отмечала, это очень классно, это очень здорово. Предлагаю брать всем это на вооружение, потому что это как раз про вас, это то, что вас характеризует. Я уже писала о том, что мне очень много чего понравилось, и куда бы я сама хотела сходить, сбегать и там и тут поучаствовать. Это правда здорово, это интересно, и это классно, что вы это делаете. Спасибо вам за это огромное. Если говорить о напутствии, то я бы хотела, чтобы, ну понятно, и дальше двигались, делали эти вещи, мы большие, молодцы, огромный путь прошли. Я даже не представляю, скольких усилий вам стоило пройти обучение, подготовить презентацию, скорректировать и выступить. Да, сейчас здесь, возможно, уже второй раз, плюс еще и видео записать. То есть вы огромные, огромные молодцы. Я сейчас желаю, чтобы вы продолжали двигаться, несмотря на то, какие будут результаты и кто займет самые первые места. Двигались в этом, судя по вашей энергетике, по вашим проектам и по ценностям, вы, конечно, и будете это делать. Поэтому спасибо огромное. Ценно быть частью такого важного, классного проекта. Спасибо, Дим, спасибо, коллеги. Замечательно. Спасибо огромное. Дим, вот давайте своими тоже впечатлениями, потому что вот мне все равно не хочется озвучивать, ничего я бы максимально дотянула это время. Я на самом деле в шоке от того, что проекты к нам присоединились, настолько все крутые действующие, действительно, которые несут пользу обществу, нашему региону, то я бы всем бы отдала первое место и всех бы отправила на федеральный этап. Дим, что ты думаешь? Нет, я бы, конечно, тоже так сделал, но так же не получится. Да, к сожалению. И на самом деле я тоже в абсолютном восторге. И особенно это важно, потому что, снимая 50 интервью, нам удалось лично, очно познакомиться со всеми участниками и узнать обо всех проектах. Вот. У нас не 12 победителей, а 10, потому что в двух номинациях не оказалось проектов. Вот. И жалею я только о том, что мы действительно не можем как можно больше наших предпринимателей отправить на федеральный этап и вообще отметить как непосредственно победителей. Но мы сегодня расскажем и поздравим и отметим не только победителей, а еще и вторые и третьи места. Мы считаем, что это очень важно, что в каждой номинации у нас есть не только непосредственно победитель, который пойдет дальше, а есть еще второе и третье место. И это тоже очень-очень важно. Рига? Жанна, расскажи твои эмоции, которые ты испытала, когда ты с ними постоянно общалась, с участниками. Ну, я хочу сказать огромное спасибо каждому участнику лично и всем вместе за то, что люди делают. И я бы сказала, даже, может быть, не столько для региона в целом, хотя и это важно, а для каждого конкретного, кто приходит к вам, на ваши занятия, кому конкретно, каждому человеку вы оказываете помощь. Мне кажется, что это вот то самое главное, что вы уже оставите после себя, как бы сейчас ни сложились места и кто бы сейчас не стал победителем. Огромное спасибо вам всем таким разным, кто-то более сдержанный, кто-то более эмоциональный. Спасибо, что понимали, спасибо, что откликались. Для нас это было очень важно на протяжении всего проекта. Вы давали обратную связь. Что вам было понятно, что было непонятно. В дальнейшем нам это очень поможет работать по проектам. Еще раз всех обнимаю и надеюсь, что мы 6 числа увидимся лично. Да, я предлагаю тогда, собственно говоря, перейти к самой интересной, к самой долгожданной части. Я думаю, что самая интересная все-таки была та часть, где наши дорогие участники рассказывали нам о проектах. Я предлагаю уже дальше не оттягивать этот торжественный момент, потому что у нас сегодня встреча именно торжественная. И у нас вот прямо 40 человек в эфире. Их было 39-39. Я думаю, когда же у нас круглое число будет? Я предлагаю это отметить началом объявления победителей. Только, видимо, пока мы готовились. У меня, знаешь, что будет? Открой, пожалуйста, файл, который наш с местами уже. Так. О номинации. Я просто боюсь, что я что-то не то написала, поэтому прошу прощения. НКО, открой, пожалуйста, файл у себя и посмотри там призовые места в номинации дополнительное образование и воспитание детей. И сверю его, пожалуйста, первое место с федеральным файлом. Момент. Буквально чуть-чуть. Аня, ну все ты делаешь для того, чтобы продлить вот этот... Я немножко вредничаю, потому что я смотрю, видимо, я распечатала не тот файл, ну вот не с последней редакцией. Может быть, я специально, потому что это сделала. Нет, ты все правильно сделала. Дим, ну вот у моей распечатки... Подожди, я сейчас секунду. Открываю. У тебя есть в дополнительном образовании и воспитании детей места первое, второе, расставлены? Да, расставлены. Ты сверил первое место? И они расставлены, правильно, да, конечно. Да, давай ты ее объявляй, потому что я точно, наверное... Вообще, давай ты все объявляй, я нервничаю, я еще что-нибудь не то объявлю. Я предоставлю слово тебе за все номинации. Начинай с третьего и лучше с НКО. Хорошо. Итак, дорогие наши участники. Номинация «Дополнительное образование и воспитание детей» «Проекты некоммерческих организаций» занимает... Третье место. Третье место занимает Ксения Николаевна Бажурко с проектом «Мирославская студия мюзикла». Вот, бурные продолжительные аплодисменты. На самом деле, очень хороший проект. Второе место в той же номинации социальных проектов некоммерческих организаций «Дополнительное образование и воспитание детей» занимает Елена Викторовна Афрова с Центром реабилитации животных верности. Ну и первое место в номинации «Дополнительное образование и воспитание детей» среди некоммерческих организаций занимает Анна Сергеевна Пушкина с проектом «Качественный уход и присмотр за детьми дошкольного возраста». По-моему, это детский центр «Ясли добрый гном», если я не ошибаюсь. Все верно. Добрый гном. Вот. Замечательно. И мы переходим ко второй номинации, которая звучит как лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социальное обслуживание. Итак, третье место в номинации «Социальное обслуживание» занимает проект Анны Павловны Князевой, организация тифлокомментирования театральных спектаклей для инвалидов по зрению и театр для всех. Изумительный проект. Я очарован Анной. Мы замечательно пообщались на интервью. Это был великолепный проект, и проект великолепный. Второе место в номинации за лучший проект в сфере социального обслуживания некоммерческих организаций занимает Екатерина Сергеевна Лапина с добровольческим центром «Медведь». Вот это проект «Автоволонтеры». Замечательное сообщество автолюбителей и автовладельцев, которые подвозят людей с ограниченными возможностями, прежде всего, до тех мест, которые им просто необходимы не только для реабилитации, а просто для существования. Это не только какие-то больницы или центры, это еще и театры, и кинотеатры, и спортивные комплексы. То есть, куда им нужно, туда их волонтеры и подвозят. Ну и первое место в номинации лучший социальный проект социального обслуживания некоммерческих организаций занимает Галина Владимировна Амарова со своим проектом «Клад» коллекция лексических альбомов детских. Я запомнил это. Коллекция обучающих пособий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Поздравляем Галину Владимировну и всех остальных тоже. Ну и третья номинация. У нас их только три из четырех, потому что четвертая номинация не набрала участников. Третья номинация звучит так. Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий. Здесь у нас три проекта. И третье место занимает проект Татьяны Ивановны Филипповой рукодельный фримаркет. Ура! Она для нас выступала, рассказывала о своем проекте. Второе место занимает проект Оксаны Викторовны Забелиной «Тверицкая слобода». Ну и первое призовое место занимает проект Юлии Витальевны Кривцовой «Музей фабрика. Новая ткань города». Вот эти замечательные объекты, текстиль и музей фабрика, которые Юлия развивает уже несколько лет на Красном Перекопе. Это прямо очень интересное, самобытное пространство, которое стоит посетить. Вот главная пауза. Да, главная пауза. Разумеется, всех победителей мы опубликуем. Вот они такие в категории некоммерческих организаций, в которой, напомню, участвовало 16 проектов. Пока все не разбежались, про шестое число проговорить. Мы сейчас планируем место, и Жанна вам обязательно в личку и в общий чат напишет. Обязательно пригласим тоже Галину Викторовну к нам торжественно вручить дипломы, если это будет возможно. Поэтому на шестое число, на вечер обязательно планируйте. Внимашки на расстоянии полтора метра, видимо, но все равно очень хочется. Дим, давай дальше. Вся ответственность на тебе все равно будет, как на мужчине. Опять я? Я не могу, у меня дрожит все, я не готова. Ань, могу я, если хочешь. Ой, Галина Викторовна, я буду счастлива. Коллеги, в разделе получается социальное предпринимательство. У нас принимали участие, я с листа читаю, но делаю это быстро, 31 проект. Соответственно, озвучу, наверное, сразу третьи места, ну, каждой номинации, потом вторые и уже первые места, чтобы сразу было понятно, кто у нас под фамфары поедет на федеральный проект представлять. Третьи места у нас заняли Щелкачева Вероника Анатольевна с проектом «Рукоделим вместе» в номинации «Поддержка реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья». Вероника поздравляет души, проект, правда, классный, мне понравился. Третье место в номинации «Социальное обслуживание» занимает проект Баранова Вадима Николаевича под названием «Укомплектованное операционное для хирургии мелких домашних животных». Да, правильно, да? Да, все правильно, да. Третье место в номинации «Дополнительное образование воспитания детей». Самая многочисленная номинация, в которой приняли участие именно в проектах по социальному предпринимательству. Нас занимает Суханова Евгения Валерьевна, студия раннего развития «Умка». Насколько помню, Евгения принимала участие в проекте «Мама-предприниматель», получала, если я ничего не путаю, «Грант». И вот мне очень радостно, так скажем, сообщить, что такая поддержка дала хороший старт и, в общем-то, даже, видите, какие-то призовые места в нашем проекте. Третье место в номинации «Культурно-просветительская сфера» занимает проект «Музыкальная школа для взрослых и детей созвучия» Микуновой Ксении Сергеевны. Поздравляем также от души. Ура-ура. Да, третье место в номинации «Здоровый образ жизни», «Физическая культура и спорт» занимает проект Ванякова Олега Николаевича «Бокс. Инструмент для всестороннего саморазвития». Фронтлайн проект. Соответственно, и есть еще второе место в номинации, просто два проекта здесь только участвовало, третьего места нет. В номинации «Разработка технических средств, реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества». Это проект Тихомирова Кирилла Владимировича «Движение. Жизнь». Коллеги, поздравляем, вы молодцы, вы достигли также успеха. Второе место. Вторые места присуждены нашими уважаемыми экспертами в номинации «Поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями» Вячеслав Сергеевич Грачев с проектом «Центр помощи и поддержки резиденты без границ». Второе место в номинации «Социальное обслуживание» у нас занимает проект «Ты прекрасно!» Щедна Евгения Владимировна. Мне сегодня очень понравилась презентация этого проекта. Второе место в номинации «Дополнительное образование и воспитание детей» у нас занимает проект «Обучение и подготовка детей к Олимпиаде КДНТИ» Валянова Юрия Михайловича. И, соответственно, второе место в номинации «Культурно-просветительская сфера» у нас занимает проект «Я прошу прощения, я себя тоже перепроверяю сразу» Шабашова Юлия Валерьевна с Вапалова-Дже. Это проект, который мне сегодня, кстати, тоже очень понравился по мероприятиям по обмену вещами и опытами. И, соответственно, у нас еще есть вторые места в номинации «Здоровый образ жизни, физический культуры и спорт». Это проект Павлова Ирины Николаевны, доступный фитнес-мон на городе Тутаеве. Ирина, молодец. Прямо мне очень нравится этот проект. Мы, кстати, этот проект представляли федеральной корпорацией малого и среднего предпринимательства. Действительно достойный проект. Я уверена, что скоро он займет первое место. Ирина, давай на следующий год также будем выходить на этот проект. И, соответственно, переходим к первым местам. Первые места, то есть те достойные, которые будут представлять Ярославскую область. И я каждому желаю действительно успехов и уверена, что кто-то нам победу все равно привезет. Для нас это важно, потому что мы территория первых, и мы всегда привыкли быть первыми. Значит, первые места. Я уже, наверное, не буду озвучивать номинации, я просто озвучу те проекты, которые эксперты присудили в призовые места. Винограда Воксана Сергеевна, инклюзивная футбольная школа Степфутбол. Поздравляем. Ура, я чувствую, проект действительно уникальный. Уже по названию. Петров Александр Николаевич, химчистка обуви и два брата. Слышала про этот проект, правда, уникальный и считаю достойно. Следующее, первое место занимает проект Руденко Светланы Витальевны, авторская школа Аруцева, русская каллиграфия и вязь. Мне очень сегодня понравилась эта презентация. Я с удовольствием приду к вам вообще просто посмотреть, так скажем, жизнь внутри на это уникальное место. Еще один достойнейший проект, который у нас в номинации, уже начала номинацию «Культурно-просветительская сфера» Бубликова Владимира Сергеевича, детский киножурнал «Компот». К сожалению, сегодня не познакомились, но я тоже даже не сомневаюсь, что, наверное, очень интересный проект, хотя на Фейсбуке я про него читала. Следующее, Карулина Ольга Николаевна, интерактивный музей здоровья, который только недавно открылся на территории Ярославля. Уже очень много, я слышу тоже, положительных отзывов. Поздравляю, считаю, что проект действительно достойный, первое место занял не зря. И еще два у нас победителя. Богданова Наталья Андреевна с проектом «Конно-туристические походы по культурно-историческим местам Ярославля вдоль берега реки Волги» в номинации «Социальный туризм». И финалист еще у нас финальный Мирошниченко Роман Дикторович с проектом по проект «Дарит». Да, который просто дарит добро всем, кто в этом нуждается. Коллеги, я всех действительно поздравляю. И мне хотелось бы еще вот сказать, мы действительно еще 6 числа увидимся, мне хотелось бы поблагодарить еще наших соорганизаторов, команду Анны, Дмитрия и Жанны. Вы действительно вложили много своей собственной души в этот проект, потому что вы сами прошли через него в прошлом году и видно, насколько он вот просто зажегся в этом году. И мне очень приятно, очень приятно, что вы сплотили вокруг себя вот сообщество удивительных людей и я уверена, что мы будем вместе дальше продолжать и этот проект, и общение вместе, и развивать действительно добрые дела на территории Ярославской области. Спасибо большое, Галина Викторовна. что сделали эту торжественную минуту. У участников есть какая-то обратная связь, мы с радостью вас выслушаем, ну и будем финалить до встречи 6 числа. Кто у нас хочет выступить, или мы уже расходимся, время начала 5-го? А можно сказать только одно? Да, Роман, можно. Ребята, спасибо вам большое. Поздравляем. Поздравляем. Молодцы, замечательные проекты, всем удачи, всем прям всего самого доброго. Спасибо. Спасибо всем за участие. От нас тоже большая благодарность, особенно организаторам. Большое спасибо лично Дмитрию, он настоял на нашем участии, хотя я отказывалась сначала, я не верила. для нас это на самом деле сейчас важно как никогда, особенно вот Юрий Иванович просто будет счастлив, ну все мы счастливы сейчас, я не одна здесь, мы просто действительно с замиранием сердца следили за оглашением результатов, но значимость школ действительно огромная, и заслуга большая, десятилетняя, то есть и вложено очень-очень много, то есть я прямо очень рада, благодарю всех, вот, большое, и за знакомство я рада, и за сотрудничество, всех-всех, приглашает к нам обязательно в музей, в школу, приходите, мы вас ждем. Спасибо большое. Спасибо большое. Все, прощаемся на сегодня. Да, мы всех вас очень любим, вот, и никуда вас не отпустим теперь, вот, потому что из ближайших планов наши партнеры Института повышения квалификации и конверсия ждут вас на обучение очень скоро, и мы от них знаем, что очень многие из вас записались, это очень важно, вот, фактически мы передали им наших участников, и тем самым закрыли им эту задачу, насколько я знаю полностью, вот, потом мы запускаем новый проект на телеканале Первый Ярославский, мы будем ходить в гости к нашим участникам и приглашать их в студию, брать интересные интервью, делать интересные сюжеты, кроме того, мы обязательно будем запускать предпринимательские бизнес-миссии, когда мы активными участниками целой компании нагрянем к кому-то из участников и попробуем, посмотрим, что же у них происходит на месте, я один такой, вот, и еще куда-то обязательно зайдем, поэтому мы вот это сообщество заварили, и мы собираемся его развивать дальше, думаю, вы с нами, мне бы очень этого хотелось. А я благодарю всех участников, экспертов, Галина Викторовна, спасибо большое, что были с нами сегодня вечером. Ну и тогда прощаемся до 6-го числа. Да. До свидания. До свидания. Всем всего самого-самого хорошего. До встречи в чате через пару минут. Дима, никто не уходит.